организаторов за приглашение на это увлекательное онлайн мероприятие я сегодня говорить буду в основном про колоректальный рак так как это он является наиболее репрезентативной часто встречаемым экологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта и сразу разрешу риторический вопрос нужно ли имеет ли место быть молекулярный анализ и профилирование опухоли желудочно-кишечного тракта сейчас да она уже есть и сейчас я буду говорить о том что есть чтобы нового появилось и какие для этого существуют тренды и направления начать я бы хотел с молекулярной патологии рака толстой кишки в этой области сделано достаточно много очень серьезных исследований достаточно вспомнить пионерскую работу берта вальгинштейна с авторами в которой они впервые описали теорию линейного канцерогенеза на примере именно колоректальной аденокарциномы но наверное одной из наиболее известных и используемых является классификация представленная джесс еще в 2007 году в ее основе лежат три важнейших характеристики опухолевого генома наличие хромосомной нестабильности метилирования или гиперметилирования и наконец микросателитная нестабильность характеризующаяся большим количеством мутаций и не антигенов наибольшую долю составляют опухоли четвертого типа хромосом нестабильные без метилирования без микросателитной нестабильности этот тип аденокарцином характеризуется дезрегуляция венте сигнального пути именно он был описан в работе в генштейна еще один тип без гиперметилирования генома наследственной формы рака толстой кишки синдром линча без хромосомный но с микросателитной нестабильностью остальную часть составляют опухоли с гиперметилированием или же с умеренным метилированием среди них нам более хорошо знакомы аденокарциномы со спорадической высокой микросателитной нестабильностью третий тип вообще ни рыба ни мясо может иметь низкий уровень мси или вообще его не имеет умеренную хромосомы нестабильность и умеренное метилирование предполагается что этот тип смесь более определенных мухлярных субтипов и здесь еще стоит покопаться и по избираться конечно же предпринимались многочисленные попытки приписать вышеописанным типом рака толстой кишки прогностические или предъективные свойства несмотря на некоторые удачные примеры ну например более плохой ответ опухоли третьего типа на схемы с рентеканом и тому подобное в настоящее время это не имеет доказанного клинического значения в том числе вследствие отсутствия простых валидированных лабораторных методов разбиения на вышеописанные типы в то же время существующая сегодня схема стратификации пациентов по наличию таргентированных мутаций о чем собственно говоря мы и будем говорить далее подразумевает их попадание в разные типы что может быть причиной гетерогенности ответов таким образом презентируемая классификация должно нам должна нам помогать понимание тех или иных аспектов существующей и будущей таргетной терапии другая классификация которыми также хотелось бы отметить основана на сравнении полнотранскрипционных профилей то есть типах и количествах всех мрнк синтезируемых опухоли клетки опубликована она была в 2015 году хотя определенные работы были и раньше выделяется четыре типа из них опять-таки нам наиболее понятны cms-1 это иммунный тип с высоким уровнем cms-2 это классический венте дисрегуляции которая описана опять-таки вальдиштайном и так далее опять-таки несмотря на попытки привязать выделенные типы предиктивным или прогноз тическим характеристикам пока этого не произошло в плане практического клинического использования тем не менее на clinical trials gov зарегистрировано уже более полсотни исследований такого типа одно из них вот приведено на слайде так что подождем ну и кроме этого параллельно нам придется решить задачу разработки клинического устойчивого прототранскриптового профилирования чтобы выявлять это теме типы рутине в практике тем не менее еще раз повторюсь все эти классификации уже сейчас полезны именно для понимания исследования потенциальной гетерогенности ответа на уже принятые к использованию таргетные препараты последнее общепринятое руководство гайдлайнс по клиническому ульпиаду профилирования было опубликовано в 2017 году она включала весьма ограничен спектр маркеров среди них хорошо нам известно и пандраст тестирования для выявления кивирующих соматических мутаций в их зонах 2 3 4 генов кераса эндрас в качестве негативного предиктора анти эджеффер терапии выявлением вся и частной соматической мутации брав больше сутье в данном контексте ограничены модификации пациентов с синдромом линча это практически все из клинически доказано эффективно однако вот последние три года ознаменовались значительным изменением влаштаб молекулярно-инкетического тестирования для многих онкологических заболеваний и колоритальный рак конечно же не стал исключением на настоящем слайде представлены выдержки из последних рекомендаций энсиент по колоритальному раку мы видим что соматические мутации брав микросателитная нестабильность уже стали истинно предиктивными маркерами а вот уже на данном слайде мы видим с кивич схематическое представление наиважнейшего для злокачественной трансформации клеток сигнального пути сигнального пути эпидермального фактора рост классический предиктивный для ответа на анти жеффер терапию белок раз здесь выделен оранжевым цветом а вот красным выделены гены активация которых за счет соматического монтогенеза может приводить также к рефроферности опухолей на тежеффер терапии среди них биров 5 кис ресей хер 2 не а к ты и еще некоторые не выделены практически для всех из них есть уже опубликованы свидетельства таких эффектов но в клинические рекомендации пока попадает только ген брав для гена да точнее для соматических мутаций гена брав существуют убедительные доказательства что по крайней мере в 600 е мутация ухудшает прогноз значимо ассоциированная с мси и право локализации в 2015 году был опубликован мета-анализ который в купе со значимым количеством других более ранних работ показал что пациенты с мутацией брав по 600 е не выигрывают назначение цитоксимаба и понитумаба против стандартных схем цитоксической терапии и это дало основания для оценки этой мутации как предиктивный и более того появились терапевтические схемы включающие комплексное таргетирование опухоли с брав по 600 е например дуплет пенкарафениба и цитоксимаба продемонстрировал почти двухкратное высоко статистическое значимое улучшение общей выживаемости для пациентов с мета статическим колоритальным раком и это нашло свое отражение в где регистрационных событий таким образом вторимся еще раз выявление брав в 600 е при колоритальном браке приобрело истинно предиктивное значение и это конечно же привлекло внимание и к другим активирующим мутациям более редким для этого гена в частности вот в рамках консорциума TCGA ну и некоторых других консорциумов было показано что для опухоли толстой кишки характерное наличие дополнительные не в 600 кодоне мутации они имеют несколько отличающиеся механизмы активации но тем не менее представляют интерес для таргетирования нами также был проведен анализ двух сотен коллектальных аденок арцином из москвы или самосибирска с помощью высокопроизводительных секвенирований который показал что редкие мутации нашей выборки тоже действительно есть однако их ну поменьше и их тип пока не дает нам понимания какой же истинный у них истинно клиническое значение это еще предстоит понять другим маркером изменивший свой статус стала микро статистическая стабильность которая по сути дела является изменением длин преимущественно моно нуклеотидных последовательностей при дефекте системы репарации не спаренных оснований если такие моно нуклеотидные последовательности находится в кодирующей области генов то есть в экзонах при нечетным прием нуклеотидом инсерциям и дилециям возникает две крамки исчезнования в мрнк это приводит к формированию протяженных последовательности новых для организма полиописпидов среди которых с большой вероятностью обнаруживаются короткие последовательности иммунные питопы которые удобны для распознавания иммунной системы это делает эти опухолевые клетки иммуно активными более отличающимися от аромальных клеток организма таким образом в последнее время внимание к синдрому линча как раз характеризующему микросателитной стабильности и в целом явление микросателитной стабильности значительно возросло с появлением иммунотерапии прогностическое значение мси несколько отошло на второй план и она стала истинно предиктивным маркером определяющим вероятность опета пациентов на терапию ингибиторами важными важных негативных регуляторов иммунной системы например иди один идея 11 телефон и сейчас этот список уже расширяется несмотря на очевидную важность а пардон при исследовании кинод 59 именно msi high оказался наиболее значимым предиктивным маркером ответа на применение пембрильзумаба и это был дошло свое отражение в регистрации именно msi high высокая микросателитная нестабильность является наиболее важным маркером на основании чего пембрильзумаб может назначаться для широкого ряда солидных опухолей время микросателитной стабильности до настоящее время все-таки имеет определенные сложности сегодня мы можем выделить несколько наиболее распространенных методов это безусловно классический метод амплификации набора достаточно длинных последовательности тандемных повторов и определение изменений и длины путем анализа полученных апплифицированных фрагментов днк методом эстафореза несмотря на свое распространение метод так и не приобрел в регистрации в значительном количестве стран трудоемок и достаточно субъективен в оценке результат некоторое время назад компания biocartis коммерциализовала другой метод появления msi который основан на амплификации более коротких последовательности моноклеотинк повторов и последующего анализа кривых плавнений полученных опеконов со специфическими пробами применение такого метода позволило автоматизировать практически весь процесс даже получить все и виде несмотря на дельные публикации с вполне адекватными результатами теста к этому методу пока все-таки остаются некоторые вопросы особенно по другим локализациям где также проявляется синдром речи прежде всего это эндометрий и желудок кроме того но стоимость этого теста пока просто зашкаливает таким образом иные дополнительные подходы настойчиво необходимы в клинической практике ранее была показана достаточно высокая кокродантность эбиха для мрд как она также широко распространенного важного метод для такого суррогатного детекции msi и молекулярно-генетических методов для выявления msi которые однако не воспроизводилась каркандартность имеется ввиду при раке эндометрии это послужило одним из стимулов вспомнить о высокопроизводительном секвенировании как прямом методе выявления msi в экзоме точнее в кодирующей части генома насчитывается около четырех сотен тысяч микросатилитных повторов их около 20 миллионов в геноме в результате отдельными авторами в том числе вот приведен насладки кортес сериана была показана высокая конкордатость инстекции msi вот стандартные методы имеют их а и макарно-генетическими и пол таковыми получены с помощью нж секвенирования но я бы хотел обратить внимание что данном случае именно же секвенирование должно являться золотым стандартом так как она позволяет напрямую оценить эффект то есть выявить мутации приводящих появлению неопитутов неопи эпитопов причем это не ограничивается только микросатилитами но способны выявлять точечные замены в экзонах приводящих замене аминокислот также накапливающиеся при дефектах системы репарации однако мы всем прекрасно понимаем что секвенировать экзон в качестве диагностического теста пока не наш подход для того чтобы упростить этот метод нами был проведен анализ геномов опухоли с mci и без mci были выбраны последовательности 82 мононуклеативных повторов которые продемонстрировали высокую стабильность в mci негативных опухолях и очень часто мутировали в mci позитивных на их основе была создана компактная gs панель которая показала свою эффективность в высокочувствительном прогнозе mci в данном случае показаны результаты по толстой кишке начальные да сейчас и гораздо больше но в том числе для прогноза mci при раке эндометрии раки желудка вот большим плюсом нжс подхода является то что он ну безусловно при использовании достаточно большого покрытия по секвенирования может быть использован при анализе циркулирующих плазмы опухолевой днк что существенно расширяет наши диагностические возможности идем далее на данном слайде мы еще две рекомендации по тестированию новых если с her 2 мы достаточно хорошо знакомы давно появление гибридных генов интер к мы будем впервые я не буду отдельно становиться на her 2 из-за недостатка времени а вот интер к я хотел бы его немножечко посвятить равные драйверные пристройки генов интер к которые кодируют рецепторы энтер нейротрофинов характерны для гематологических и педиатрических опухолей на сегодня мы знаем что их можно встретить и в частых соленых опухолях в общем-то с достаточно приличным процентом которым конечно же относится и рад толстой кишки опухоли несущие перестройки генов интер к эффективно таргетируются препаратами энтроктиниев и ларотроктиниев которые в прошлом году получили регистрацию в диете лечение соленых опухолей при установлении диагностического сопровождающегося маркера ну самого факта перестройки и здесь золотым стандартом является высокопроизводительность секвенирования но и она его позитивные результаты должны подверждаться иммуногистохимии возможная обратная последовательность начала скрининг с помощью биха а затем уже подтверждение структуры химерного транскрипта с помощью нжс недавно для колоритальных аденок арцином был предложен специфический протокол выявления интер к перестройки в нем первым этапом является выявление метрирования позитивного в промоторе гены млч-1 далее в случае позитивного теста оценивается наличие мутации керас нраз бирав в случае их негативности опухоль является уже очень перспективным обогащенным кандидатом для последующей нжнс анализа с помощью определения перестроек интер к это позволяет сделать метод скрининга более таргетным более эффективным потому что мы видим что все-таки пока процент этих перестроек достаточно низы при нжс анализе безусловно мы наверно можем и должны пытаться выявлять и другие перестройки например и алка и ред присутствует колоритальных аденок арциномах однако пока мы не имеем регистрации при такой локализации и скорее здесь какие-то назначения уже будут формат оффлейбл тем не менее этот подход мы читаем очень перспективный именно такой тип анализа мы сейчас выглянем у себя в лаборатории а надо сказать что мы видим вот что последняя версия рекомендаций все чаще звучит слово нжс нжс это является очень важным трендом мы видим что для интер к это вообще золотой стандарт она действительно высокопроизводительность секвенирования имеет очевидные плюсы во-первых она дает возможность оценить статус большой части необходимых паркеров одновременно при минимальном количестве материала вот это особенно актуально для рака легкого при котором существенную часть материала поставляют малой биопсии мы имеем ограниченное количество материала при достаточно большом количестве маркеров но и серси начал догонять рак легкого по количеству маркеров в настоящий момент мы уже сейчас можем говорить о панели содержащей как минимум кирасы н-расы определенных зонах гембрав наверно сюда стоит уже включить 5 и среди сеть ей her 2 не упомянутую выше панель локусов мси гены перестройки генов интер к возможно другие перестройки и конечно наверно перспективные новые маркеры например соматические глутации гена rnf 43 фьюзы rspo 2 и 3 как перспективный кандидаты для терапии для которой сейчас проводятся клинические испытания препаратов на разных стадиях надо сказать что при увеличении потока то есть количество образцов на одновременно тестируемых себестоимость анализа при нж с существенно уменьшается она уже сейчас вполне адекватно ну и наконец нж с позволяет выявлять нестандартные неожиданной мутации завершение своей презентации хочу это продемонтировать небольшим примером на сайте приведен анализ 120 аденокарцином с помощью метода нж с данным случае нам удалось выявить четыре дополнительных пациента с мутацией которые обычно не входят стандартный тестируемый сет пцр тестов таким образом нж с повысил чувствительность нашего анализа конечно сейчас мы сталкиваемся с отсутствием регистрации приборов реагентов набора для проведения этого теста тестов типа тестов но ситуация вообще-то быстро меняется и внедрение анжес тестирования в клиническую практику сегодня является наиболее важным трендом молекулярно-генетического тестирования которое уже в эту практику прочно вошло и вряд ли куда-то денется спасибо за внимание